Рак лёгкий 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 имеют меньшую общую и беспрогрессивную выживаемость в сравнении с пациентами, которые имели менее агрессивные опухоли. И, конечно, основываясь на всех этих фактах, мы обсудили эту пациентку коллегиально и приняли решение назначить ей комбинацию химиотерапии по схеме поклитоксел-карбоплотин с пембролизумабом. И пациентка начала лечение в июне этого года, ей было проведено 4 курса комбинации химии и иммунотерапии, также с учетом того, что пациентка получала химиотерапию в таких достаточно высоких расчетных дозах с целью профилактики тяжелых нитропений, и для того, чтобы она смогла соблюсти все циклы лечения в назначенный срок, мы проводили еще профилактику колоннестимулирующими факторами. И в августе этого года, после завершения 4 курсов комбинации химии и иммунотерапии, у пациентки был проведен первый КТ-контроль, и на этом КТ мы увидели, что значительно уменьшилась опухолевая нагрузка. Хотелось бы отметить, что пациентка уже после первого введения комбинации химиотерапии с иммунотерапией отмечала клиническое улучшение в виде уменьшения всех симптомов. Поэтому далее и по сей день пациентка продолжает получать поддерживающую иммунотерапию пембролизумабом. В настоящий момент проведено 9 курсов иммунотерапии. Пациентка лечения переносит хорошо, и далее мы планируем продолжать ей эту терапию. Так выглядят сканы КТ, выполненные в ноябре этого года. Продолжается дальнейшее уменьшение опухоли. Для наглядности представлена таблица очагов. Мы видим, что после 4 курсов комбинации у нас достигнут частичный ответ, минус 45%. И по настоящий момент продолжается уменьшение опухолевой нагрузки. И в настоящий момент снижение на 72%. За период лечения пациентке не зарегистрировано каких-то тяжелых нейтропений. Симптомы, которые имелись на момент старта лечения, они у нее регрессировали уже после первого цикла лечения. Из нежелательных явлений во время терапии она отмечала только утомляемость первой степени, артрологии первой степени, которые не требовали назначения какого-то дополнительного лечения. При контроле показателей тиреоидной панели они у нее в норме. И особенностью этого случая является то, что вот у этой молодой пациентки достигнут очень быстро адекватный контроль над болезнью. Пациентка социально активная, она работает, воспитывает своих троих детей. Соблюден стопроцентный комплайнс при проведении лечения. Сохранено ее хорошее и адекватное качество жизни. Пациентка хорошо очень переносит лечение, настроена на него. И текущий статус ПКО у нее равен нулю. Это ли несчастье? Спасибо за внимание. Продолжение следует...